АПЛОДИСМЕНТЫ Бортик на старте. Каждый новый заезд – это абсолютно новые эмоции, тактика, стратегия и методика. Не стоит играть в догонялки. Важно качественно в очередной раз отработать максимум. Свой собственный, особый и неповторимый максимум. Давайте перенесемся, не знаю, на 10, 15, 20 лет назад. Каждый из вас скажет сейчас, сколько лет назад это было. И вспомните свой первый день, не знаю, первую неделю, может быть, первый месяц, может быть, первый год, в общем, ваши первые грибки по воде. Кто из вас пришел первым в греблю? Пришел первым я, но в греблю я не сразу пришел. Была и легкая атлетика, и футбол, и плавание, и бомбинтон, все. И карате. А потом уже гребля. То есть в 10 лет, в 10 лет я пришел в греблю. Это самостоятельное было решение, или кто-то привел? Мама привела. Мама привела. Да, мама привела. Получается, потому что я вроде туда ходил, туда, ну так, раз через раз. А в греблю уже один раз пришел и каждый день ходил туда ходить. И затем затащил за собой Сережу. Затем через 5 лет. Через 5 лет, да. Получается, наши родители тоже гребли. И наш папа мастер спорта СССР, и мама тоже мастер спорта СССР. Папа чемпион мира. И вот мы пошли как бы по ступенькам за ними. Насколько быстро Сережа с разницей в 5 лет догнал своего старшего брата Олега? В 2 раза быстрее. Да? Ну да, получается, что да. Получается, ну только сейчас догнал, получается, в этом году. В 2016. Ну, 5 лет. Быстрее. То есть развитие было в 2 раза быстрее. Сейчас, перед Олимпиадой в Рио, да, наверное, этого момента вы ждете оба очень сильно. Главными людьми, которые вас понимают больше всего, это тренер Александр Кирпиченко и президент Национального Олимпийского комитета Николай Журавский. Они с вами. Они вас поддерживают, они на вас надеются. Что они вам говорят? Как они вас поддерживают? Как часто они с вами общаются на эту тему? Или наоборот, они стараются абстрагировать вас от Олимпиады, чтобы вы забыли и не нервничали? Ну, во-первых, у нас сейчас другой тренер. Это Виктор Линейский. Это напарник Николая Фунастича Журавского. Ну, и как бы мы сейчас тренируемся постепенно, получается. Сейчас идет, как бы, Европа, чемпионат Европы. Перед этим были Кубки мира, мы ишли до Кубка мира. Сейчас идем до Чемпионата Европы. Потом уже после Чемпионата Европы мы будем уже идти к Рио. Получается, сейчас у нас Чемпионата Европы. А уже будем после Чемпионата Европы думать об Олимпиаде. И все-таки о чем они вам говорят? Вот о чем вам говорит Николай Журавсов, который на вас возлагает большие надежды и относится к вам, наверное, как к своим сыновьям? Ну, он делится своим опытом, рассказывает, насколько там большое давление, насколько все в мире, то есть готовятся именно к этому старту всю жизнь. Всю жизнь. Для спортсмена это вот самый главный старт в жизни. Каждый спортсмен, он плывет, бежит, гребет, не знаю, может быть, даже летит, прыгает. Ради чего-то или вопреки чему-то? Что вы доказываете каждый раз, когда выходите на старт? Может быть, самому себе, может быть, миру, может быть, соперникам? Мы доказываем самому себе, потому что мы тренируемся для себя, как бы, получается. Не для кого-то, это для себя. И ты каждый раз, когда выходишь на старт, ты хочешь себе показать, насколько ты лучше стал с прошлого года. Это для себя, получается. А потом уже и для страны, и для всех других. Ради победы над собой. Ради... вот тренируемся, чтобы вот... Улучшить себя. Каждая работа должна быть сделана хорошо. Ну, в вашем случае, отлично. Отлично, да. И никак иначе. Потому что... Каждая секунда, каждая доля секунды может... Сложнее всего, когда разница между заездами не превышает 40 минут, и старты находятся в разных концах города. Да, и такое бывает на международных турнирах. Сначала 500 или 1000 метров – одиночка, затем парная работа. Братья Тарновские готовы и к таким сложным стартам. Сейчас как раз, видите, из тени мы перешли в солнечную погоду. Бразилия, Рио-де-Жанейро – это совершенно другой континент, это совершенно другой климат, это даже совершенно другое время на часах. Да, это счастливая разница. Вот. Как вы к этому готовитесь? Не знаю, может быть, какие-то специальные тренировки? Может быть, вы поменяли день с ночью? Ну, там климат будет другой, но, получается, там будет где-то конец зимы у них. Это будет 20 градусов, может, 25. Ну, как раз для нас это подходит. Не сильно жарко. Как раз это нормальная температура, чтобы выступать на соревнованиях и тренироваться. В Рио будут все в равных условиях. Никто не будет идти по другой дорожке, у него там будет кондиционер и там, и там, и по течению. То есть все будут в равных условиях, все готовятся там, допустим, у себя дома. Или все равно погода приблизительно во всех странах одинаковая. Тяжело сказать, что кто-то в лучшем. Для вас, для людей, которые не занимаются спортом, во всем мире погода очень разная. Ну, спортсмены не должны реагировать на это. Да, они непривередливые, получается. Итак, Рио, Бразилия. Что вы знаете о Рио-де-Жанейро? Что вы, может быть, хотите там посмотреть? Что вам интересно? Наверняка же вы и программы смотрите, и какие-то книжки читаете, и в интернете наталкиваетесь на какие-то статьи. Что вам будет интересно в Рио? Интересно все. Ну, это совсем другой конец земного шара. Другой континент. Другая сторона. Там свои традиции, своя культура. Есть свои, как бы, какие-то памятники, и свои какие-то, может, даже и музеи есть. Ну, там по-своему. Каждая страна отличается по-своему. В каждой стране есть что-то свое, необычное. Свое. Но хочется посмотреть на их статуи. Иисуса. Иисуса. Да, она очень красивая. Хочется на нее подняться. Ну, то есть, вот именно вот это, можно сказать, символ, символ Рио, о котором знают все. Гигантская статуя Иисуса Христа взирает на Рио-де-Жанейро с небывалой высоты. Высота холма, на котором она установлена, около 700 метров. Высота самой статуи почти 40, из которых 9,5 – это высота постамента. Извояние широко распростерло руки, словно обнимая и оберегая город. В 1922 году, во время празднования столетия независимости Бразилии, было принято решение о сооружении статую, которая станет главной достопримечательностью страны. Спустя месяц в ведущем еженедельнике Бразилии был объявлен конкурс проектов на лучший монумент – символ нации. Жюри единогласно одобрило проект Эктора да Сильва Косты, который предложил установить статую Христа, обнимающего город, словно охраняя его от беты напастей. Католическая церковь полностью поддержала новый проект, даже начала сборы пожертвований на установку статуи. В итоге, через 9 лет, изваяние уже стояло на определенном ему месте. Если говорить о надеждах, то специалисты действительно считают, почти все специалисты, что у братьев Тарновских огромные шансы на медали, особенно у Сережи. Как вы сами думаете, что может вам помешать? Другие люди, другие спортсмены. Шансы всех равны, потому что все сейчас на одном уровне, если посмотреть сейчас, то очень все близко, друг возле друга, и нельзя сказать, что кто-то готов, кто-то не готов. Просто к Рио все будут готовы. Сейчас, может, кто-то более-менее ниже готов, но на Рио все будут готовы на максимум, получается. Если, кстати, говорить о технике греблей, наверняка у каждого есть свой стиль или какая-то одинаковая абсолютно у всех формула, методика? Ну, формула одна. Формула одна, но у каждого быстрее. Нету какого-то определенного стиля греблей. У каждого свой. Главное прийти быстро на финиш. Не важно, как ты гребешь. У каждого свое приложение, сила гребок. Важно быстрее. У каждого свое сила гребок. Сейчас очень много в разных странах разных стилей. Особенно в Бразилии есть. У него очень специфическая техника. Ну, в чем она заключается? У него очень короткие грибки, очень большой темп получается. У всех где-то два раза, может, длиннее гребок, чем у него. И у него намного больше темп. И вот там сразу, как все едут, сразу видно отличие. Его от других. Чем будут заниматься братья Тарновские в первый день после Олимпийских игр, к которым они очень много готовились, очень много сил потратили? Вы можете представить себе этот день? Я могу. В итоге, как потратили очень много сил, будет очень много сил потрачено на отдых. Будем отдыхать. Вот, допустим, Сережа Тарновского. Например, я немножко отойду от гребли. Не буду выходить на воду, буду отдыхать. И все. Буду делать то, что я не мог делать, когда тренировался. Что Сережа Тарновский не мог делать, когда он тренировался? Гулять с друзьями, быть с родителями. Отдыхать. Отдыхать. Отвлекаться. То есть... Немножко отойти от спорта. Заняться, может, другим каким-то видом спорта. Ну, для развлечения. Активным видом спорта для... Ну, как активный отдых. Там найти тоже... Как найти как-то свою, может, в другом. Найти себя в чем-то другом. Например? Например, попробовать даже на море покататься на серфинге. Или там на скейте. Найти в чем-то таком, может, не столь экстремальном, но... И опасном. Да. Ну, и интересно для себя. То, что смотришь, но не мог никогда попробовать. Интересно. Олегу Тарновскому 24 года. Сергею 19. Все только начинается. Олимпийские игры любят молодость. А упорство спортсменов и поддержка страны – факторы, необходимые для завоевания главного золота любой спортивной карьеры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok